У нас что, сейчас спорт? Нет, сейчас кино. Кино? В рамках заявленной концепции. У нас кинопремьера было довольно-таки много в этом году, и многие в этой студии мы, конечно, приложили достаточно жестко. Поэтому у нас наш старый друг, который любит прикладывать в фильм Высоцкий, Антон Долин. Он не только наш друг, он еще и кинокритик известный. А я бы хотел все-таки про лямбду частицу поговорить. С Антоном? Давайте полный метр открыли. Поговори про лямбду частицу и зайди обратно. Ну что, у нас подведение итогов года, Антон. Есть позволить? Я бы начал с опроса, который сегодня опубликовал, по-моему, Левада Центр. И, значит, там Левада Центр изучал мнение россиян относительно самых главных кинособытий. Естественно, главным кинособытием года россияне признали выход Высоцкого. Эть, а где он у нас? А, кстати, да, давай продолжим. В той же пятерке, да, это же инфо-йолкинг. В той же пятерке есть «Утомленные солнцем-2», в той же пятерке есть «Ёлки-2». Ну, подожди, кинособытия российские кинособытия. Именно российские, именно российские, именно среди россиян. Ну, так как так, к слову, просто это хороший заход на разговор, так сказать, о версии Антона Долли относительно важнейших кинособытий этого года. Да, и плюс там был фаус почему-то. Я думаю, люди просто слышали, говорят... Не фаус там был, там был, я читал это внимательно. Во-первых, это абсолютно идиотизм этот опрос. Расскажи. Хочу обидеть Леваду Центру. Уже обидел. Что значит «хочу»? Есть два всего критерия нормальных для оценки. Там лучшие фильмы, якобы, выбирали. Лучшие фильмы, да, правильно. Один критерий – это когда есть какие-то профессиональные академии, жюри. Наград. Ну, награды. Оскары, да. Там несколько человек собираются, там от 5-7 человек в жюри фестивального до там 4 тысяч человек в Академии Оскара. Голосуют и выбирают. Все очень просто. Что лучше, что худше. А, извините, там еще была Елена, я вспомнил. На самом деле, не было. Елена, чья? Звягинцев. Звягинцев. Вот, значит, а второй вариант гораздо проще. Это люди идут в кино, они покупают билеты. Голосова не рублем. И сколько они денег принесли в кассу, то событие для них важно. То есть это совсем элементарно. Абсолютно. Вот. То, что Высоцкий собрал 27 миллионов, видимо, больше долларов, видимо, больше, чем любой другой русский фильм в этом году, из этого не следует, что он является лучшим. Просто когда людей спрашивают, какой лучший фильм года, да, опрос – это некая третья система. Совершенно абсурдная выборка людей, из которых, наверное, большая часть, просто им не задали второй вопрос. Вот первый вопрос. Какой лучший фильм года? Высоцкий. А вы смотрели? Второй вопрос. А вы смотрели? Я думаю, что три четверти скажут – нет. Ну, просто он на слуху, он только что вышел. Везде реклама из каждого, как бы, источника. Это вообще разговор не о том, хороший или плохой фильм Высоцкий. Вообще не об этом. Да, понятно. Потому что в той же пятерке главных событий, например, есть фильм «Утомленный солнцем 2», который с диким треском провалился. Нету фильма «Пират Карибского моря 4», который собрал вдвое или втрое больше, чем Высоцкий. И есть фильм «Аватар», который был снят, простите, в 2009 году. Мы сейчас практически в 2012. Он в 2009 был. Ну, просто люди помнят слово «аватар». Может, по телевизору. И до сих пор голосуют за него на всех. Я помню, когда мы работали на одной другой радиостанции с моей коллегой Наташей, мы там спрашивали лучшие фильмы года у наших, значит, слушателей. Они все говорили «Девятая рота». Это было уже, три года уже прошло с момента «Девятая рота». Все говорили «Девятая рота». Ну, они помнят этот фильм, другой не помнят. И все. А ходили реально, проголосовали рублем за «Пиратов Карибского моря». Ну, нравится вам это, не нравится. Ну, другой вопрос. То есть, это более популярный фильм. Его сочли лучшим. Если лучшим считать тот, за кого больше всего денег заплатили. Ну, в каком-то смысле подобные опросы, это просто является опросы эффективности маркетинговой кампании. На самом деле, вот если все это работает, смотреть... Маркетинговая кампания Высоцкого всех победила. Вот о чем и речь. И это в этом опросе совершенно чуть-чуть отражено. Это бесспорный факт. А маркетинговая кампания Никиты Сергеевича Михалкова, которая уже стихийно, как такое некое бруновское движение, уже безучастники Никиты Михалкова и его друзей, или его врагов, само по себе происходит. Потому что это сделает сразу маркетинговая кампания фильма. Это не имеет отношения к популярности фильма, к тому, как покупают билеты на него. Но к опросам Левады Санта, естественно, имеет, как в случае с Аватаром. Поэтому будем считать, что это опросы вина об этом. У меня вот такой вопрос. Мы, собственно, сейчас заговорили про две системы оценки, не знаю, качества фильма. Ну, качества фильма, да, профессиональным сообществом и рублем. Вот в этом году... И рублевым сообществом. Да, еще больше разошлись эти вот две оценки. Ну, вот лично мне это что-то так показалось. Ну, во-первых, они всегда расходятся. Они всегда расходятся. Они сходятся раз в вечность. Вот они сошлись, например, с «Властелином колец». Потому что народ ждал, и критикам интересно, и академикам понравилось. И получился фильм. И получился. Сошлись с Аватаром, сошлись с Титаником, который, ну, все-таки, как угодно можно относиться, но это выдающееся произведение. Может быть, там, поп-культура, может быть, высококультура. Но это вопрос уже более спорный. Вот. Ну, есть общепризнанные шедевры, там, не знаю, там, «Зеркало Тарковского», Фанни Александра Бергмана. Но как могут люди, которые рублем голосуют, сойтись тут с любыми людьми, которые профессионально интересуются кино, которые понимают, что это шедевр? Понятно, что это не оружие такого массового применения. Вот и все. Ну, это абсолютно нормативно. Нет, но у «Древа жизни» была прям такая... Ну, как... «Древо жизни» собрало не очень много денег. Не очень много, но вот как раз... Оно для такого фильма «Древо жизни», там Брэд Питт и Шон Пэн. Ну, вы же понимаете, что у Терренса Малека в фильме, который, возможно, получит «Золотую пальму ветвь», он получил «Золотую пальму ветвь», разумеется, Брэд Питт, наверное, им что-то заплатили. Но он там продюсер, он сам платил за этот фильм. Но Шон Пэн там вообще не говорит. Шон Пэн там молчит, ходит, как человек в маске Шона Пэна. Но Шон Пэн чем знаменит в отношении к Терренсу Малеку? Как безруков. Этого легендарного человеку Терренсу Малеку, когда тот собирался снимать после 20-летнего перерыва фильм «Тонкая красная линия», Шон Пэн сказал, заплати мне доллар, расскажи, что делать. Он не читал сценарий, ему ничего не надо было знать. Он хотел у него сняться. И так все хотят сняться. И поэтому... К чему я веду? К тому, что на «Древо жизни» не было потрачено много денег. И те деньги, которые этот фильм собрал в конечном счете, они на самом деле сделают фильм успешным. Бывает ситуация, когда фильм собирает 200 миллионов долларов, и мы думаем, дофига, ничего себе он собрал. Про нормальное явление. Потом мы смотрим, что этот фильм стоил 150 миллионов долларов. Понимаем, что он собрал на самом деле мало. Так вот «Древо жизни» очень успешно для такого сегмента арт-кино авторского. Но, разумеется, несмотря на Брэда Питта, люди на него ходят не как на «Пиратов Карибского моря». Это просто аксиома. Это фильм, один из главных фильмов того года, безусловно, о структуре памяти, о том, что такое. Вот говорили сейчас про физику. На самом деле «Древо жизни» — это фильм о физике. Это фильм, где параллельно, очень рискованный замысел, и параллельно рассказывается история мироздания, история вселенной, и история одной маленькой семьи. Такой малозначительной, ничем не интересной, ничем себя не прославившей. Просто человек вспоминает про папу и маму. Папа у него был строгий, мама была добрая. Был брат, который умер. От чего умер, мы даже не знаем. Его отрывочные воспоминания монтируются с воспоминаниями, не знаю, земли или клетки одной на этой земле, о том, как эта земля, откуда она взялась, и как она когда-то остынет и исчезнет. И вот эта связь микро и макро вполне, я бы сказал, ну она не научная, конечно, но такая наукообразная, научно-популярная. Она лежит в основе этого фильма и уже гарантирует, что не пойдут на него толпы смотреть и платить за это, и развлекаться. Людям нужны развлечения. Приятные все. Ну, кстати, знаешь, вопрос про развлечение, это было, ну вот, кино, я бы не назвал, вот прям в прямом, в общепринятом обозначении и понимании слова кино, я бы не назвал. Какой фильм? Дерево жизни. Так те, что скажут. Это не кино, нет, это именно не кино, вы уровни какой-то аудиоизуально. Это научно-популярное кино. Да и не научно-популярное, это вообще не кино-выжанр. Оно не популярное, оно достаточно научное, действительно, и не популярное, несмотря на Брэда Питта. Это действительно странная вещь, неформатная. Но, как бы... Это неформатное для артхаусного кино даже. Это вообще для всего неформатное, и история, как бы, кинематографа, искусство вообще пишется неформатными средствами, это, ну, банальность, но это факт. Антон, просто прощай, мы сейчас просто общей философским вопросом занялись. Нет, это главный фильм в артхаусе, вот видишь, один уже выяснили. Нам важно, то есть Антон поддерживает, что это главный фильм года. Ну, вообще-то я за него голосовал в нескольких уже, там, опросах, где, там, десятку фильмов составлял, я его ставил на первое место. Мне кажется, он самым значительным фильмом 2011 года. Давай тогда продолжим твое, именно, вот тут нам интересно получить твое заключение об этом годе уходящем и о самых громких его, там, кинособытиях, будь то Высоцкий или Утомленный Солнцем 2. А третий, можно вариант предложить? Хоть шестой. Хорошо, я можно тогда ставлю. Нет, мы просто, твоя версия. Я просто ставлю твою одиннадцатку, по-моему. Да, одиннадцатку я ставлю, да. Для слона. Ну, вот мне показалось, что одна из интересных тенденций этого года, это, вот мы говорили о пульсировании вселенной, вот Голливуд такая вселенная, которая все время пульсирует. То он, я не считаю, что Голливуд это какое-то абсолютное зло, которое все творческое давит. Но иногда бывают такие годы, когда Голливуд, абсолютно вдруг зарапортовавшись, замыкается в этих своих попытках выжать деньги из того, что точно деньги приносят. И потом они ужаснувшись от этого, поняв, что невозможно так бесконечно, что люди поймут, что их обманывают, что им подсовывают второсортный продукт, что для них надо все-таки что-то новое. И начинают выдавать что-то новое. Вот был этот рывок с чем-то новым, когда был аватар, и все стали снимать 3D, и это уже превратилось в штамп. Вот это был год штампов в Голливуде. То есть я перечислю вам самые популярные голливудские фильмы года. «Пират Крепского моря» 4, «Кунг-фу панда 2», «Гарри Поттер 8», «Сумерки 4», «Сейчас вышла миссия невыполнимая» 4, «Трансформеры 3». Понимаете, да? То есть можно не менее комментировать. Мне очень понравилось... Все вышло хуже, чем первоисточник. Все вышло, да, «Кот в сапогах», который как бы первым, на самом деле он после 4 шреков. Все они мне не понравились, потому что во всех них были какие-то проблески. Каждый из них был хуже, чем оригинал, который не во всех случаях был шедевр. Например, «Трансформеры» мне все невыносимо смотреть с любого места до любого места. Ну, лично мне. Это моя некая и десинкразия по отношению к этому проекту, как и с «Сумерками». Но вопрос не в этом. Не в том, хорошо или плохо, по моему личному мнению. А в том, что это все были повторы, которые гарантированно приносили деньги. И очень показательно, что... Вот мне очень понравился один коммерческий фильм в этом году, очень сильно. Фильм Стивена Спилберга «Приключения Тинтина». Это проект его мечты. Он 30 лет готовился его сделать. Потому что изначально он снял «Индиану Джонс», и мы стали обвинять, что он это списал из бельгийского комикса. Он ни про какой комикс не знал. С ним ознакомился. Он сказал, блин, я действительно списал, оказывается. И 20 лет думал, как ему сделать из этого кино, из этого комикса. И, наконец, он сделал. Он в свои 65 лет дебютировал как экранизатор комиксов, никогда этого не делал. Как аниматор сделал, в общем, мультфильм. Как человек, работающий с motion capture, вот эта технология, где полуактеры... То есть он выступил, впервые в жизни сделал 3D. То есть Спилберг, в отличие от всех, кто повторяется, великий Спилберг взял и сделал что-то для себя абсолютно новое. И фильм, по-моему, получился ужасно интересным. Именно поэтому вот в этом вот году, где в моде 3D, 4D, 5D и 12D фильмы, эта картина, конечно же, не имеет большого успеха и собирает очень-очень умеренно. Ну, за Спилберга я не переживаю, он не разорится, у него все в порядке. Но это показательно. В то же время... Извините, пожалуйста, Антон, а вот упомянутый motion capture, это не изобретение этого года? Нет. Потому что оно вошло в обиход очень плотно в этом году. Motion capture существует... Motion capture вошел, между прочим, с аватаром, как и многие другие вещи. Ну, хорошо, это не получилось. Нет, ну, что с Властелин колец же это все... Властелин колец был один персонаж, а в аватаре была глобальная аватаризация, все там люди превращались в вот эти вот нарисованные... И это Питер Джексон владеет этой технологией? Питер Джексон продюсер Тин Тина и друг, хотя и младший, не товарищ. Ну, ладно, ну что, если не этого года, забыли. Я просто думал, я воскнусь в хитарат. Не получилось. И на фоне этого, как бы, происходит тотальный крах уже русских блокбастеров, идеи русского блокбастера. Потому что тот же самый Высоцкий довольно много собрал денег, но если он собрал очень много денег с такой невероятной маркетинговой компанией, действительно потрясающей, как я понимаю, чуть-чуть вышел за границы самоокупаемости, и он собрал 27 миллионов, и все кричат «Какая-то победа», и забыли уже, что 2-3 года назад, там, «Ирония судьбы продолжения», гораздо менее амбициозный проект, простенький, честно говоря, собрал 50 миллионов, а кинотеатров с тех пор и залов стало больше только. Понимаете, да? То есть это победа только на фоне остального блокбастера? Конечно, русские блокбастеры немножечко схлопнулись, и умница Тимур Бекмамбетов, замечательный продюсер, придумал этот проект «Елки», который действует по принципу дешево и сердито. Это вообще проект, который мог бы быть, на самом деле, на телеке. Это недорогая вещь, это много режиссеров, каждый придумает маленькую новеллу, и очень умело, по-продюсерски, все это сводится в единую историю, в меру слащавую, в меру мелодраматическую, и публикой, особенно под Новый год, с удовольствием пожирает. «Новый год я люблю тебя» называется. Да, абсолютно, именно оно. Вот, и без всяких надежд на то, что кто-то это будет видеться и смотреть за пределами Российской Федерации, это правильный продюсерский проект, поэтому он успешный. «Елки» первые, самый успешный с точки зрения окупаемости русский проект года. Так вот, русские блокбайстеры немножко схлопнулись, может быть, не навсегда, будем надеяться, что они вернутся. Зато русский арт-хаус в этом году, вот на фоне вообще глобального, не только русского кризиса блокбайстеров, кризиса, художественного кризиса жанров, развлекательного кино, русское авторское кино вдруг поперло, ну, каким-то невероятным победам. Самое яркое. Ну, конечно, фильм «Елена» — потрясающее событие этого года, хотя это, как бы, приз в Каннах такой не самый-самый, и показ по каналу «Россия» 13 миллионов зрителей по приблизительным оценкам. Для такого фильма, для Звягинцева, я считаю, это потрясающая аудитория, это очень круто. Ну, в кино он собрал немножко меньше, но это неважно. Ну, потому что эти люди, которые смотрят «Елену», в кино не ходят. Многие из них не ходят в кино, но многие из них и телевизор не смотрят, а тут включили. Это, кстати, было событие. Елену было событие. Именно, именно. Среди друзей все говорили, надо смотреть. Совершенно верно. У меня тоже огромное количество людей, не смотрящих телевизор, включили, чтобы посмотреть. И фильм «Фауст», конечно, просто он не вышел еще в наш прокат. Интересно, как наш зритель оценит. Конечно, победа в Венеции для Сокурова, это ему 60 лет в 2011 году, да, это такое Венецеву карьера, это действительно главный фильм. Вообще, я так понимаю, там только наш режиссер, остальная вся история мировая. Наши деньги там. А, наши деньги. Будем учитывать этот аспект. Собственно, оценивают режиссеры. Не, ну просто надо... Сильяга могла быть немецкая. Оценивают режиссеры. Актеры как бы они... Русский сценарист... Режиссер же имя руководит, он уже Карабас. Секундочку, ребят. Юрий Арабов — это русский сценарист. Там русские продюсеры, русские деньги, русский режиссер Сокуров. И один из трех главных героев — Фауст, Мефистофель и, соответственно, Маргарита. Фауст, Маргарита играет немцы, но Мефистофеля, там, его не зовут Мефистофель, зовут Ростовщик, персонажа, который торгует душами. Совершенно феноменальный персонаж, его играет Антон Адасинский. Да, он живет в Германии, видимо, имеет германское, немецкое гражданство. Это тот самый мим и бывший клоун из трупа Лицидеи, который вместе с Славой Полуином был. И давно живет там, и он совершенно феноменальный. Это из группы Авиа еще. Помните, была группа в начале девяти? Возможно, в группе Авиа он был, да. Это он был. Он совершенно замечательный, удивительный человек. И он вот супер там в качестве дьявола выступает. И вот один из трех главных героев русский. Поэтому я бы сказал, что это русский фильм. Русский фильм. Это русское кино, ну, на немецком языке. Но, друзья мои, вообще кино, как бы, авторское, оно не знает национальности, иной, кроме национальности или, как бы, гражданства автора. Это авторское кино, все зависит от автора, от одного человека. Это фильм Сокурова, это победа Сокурова, в отличие от Звягинцевского случая, когда он получал приз за возвращение. Это не победа России некая абстрактно-глобальная, победа конкретного человека, которого давно уже негласно считают классиком. Вот ему дали такую вот Нобелевскую премию мира кино, чтобы этот статус классика как-то был узаконен. Это абсолютно своевременно, правильно, и за правильный фильм, потому что, наверное, это самый его эффектный фильм. И если, например, я знаю, что многим кажется, что Сокуров скучный режиссер, я сам так совершенно не считаю, но многих людей знаю. Вот это первая фирма, которым, мне кажется, ни у кого не повернется язык сказать, что это скучное кино. Оно невероятно захватывающее, удивительное, странное, ни на что не похоже. Отличная точка. Отличная просто. И кино, и Россия, и личная победа. Короткий вообще вопрос на Дании. В 2012-м «Арканарская резня» будет, нет? Какая резня? Ну, это фильм Алексея Юрьевича Германа, который он в 12 лет уже делает, по повести «Стругаться к трудам быть богом». Надеюсь, что да. Я уже дважды смотрел кино без звука пока. Илюха, я тебе говорил, что 6 лет назад, прочитай книжку, и все. Да и уже 30 раз уже прочитал. Не, я жду реально, но нету. Не, да, правильно ждешь. Спасибо, Антон. Пока, ребят. Антон Долин был с нами. Спасибо. Спасибо.